Собаки, кошки и другие любимцы. Начальный курс. Большая перенейская овчарка. Это большая перенейская овчарка. Элегантная и эффектная. Они похожи на белых медведей. Известные в Европе как перенейские горные собаки, эти величественные гиганты были названы в честь горного района на юго-западе Франции, где когда-то несли особую службу. Их держали для охраны обедов. Они инстинктивно заботятся о маленьких, молодых или раненых животных. Эти белые и пушистые комочки ведут ночной образ жизни. Не удивляйтесь, если днем они будут спать, а ночью охранять владение. Но они могут не только охранять. Они способны преодолевать большие расстояния. Во время Второй мировой войны эти собаки доставляли контрабанду через горные районы. Считается, что эта смелая порода родом из Центральной Азии и перебралась в Европу 5000 лет назад. К 17 веку эти царственные собаки охраняли замки французской знати. В 1675 году король Людовик XIV провозгласил их придворными собаками Франции. Они и сегодня выглядят превосходно. Их выдерживающая любую погоду двойная шерсть всегда белая. Иногда встречаются отметенные коричневого или кремового цвета. Их уши V-образной формы прилегают к голове. Если большинство собак имеет один прибылой палец на передних лапах, то у большой перенейской собаки два таких пальца на задних лапах. Считалось, что с их помощью собаки взбирались на крутые склоны, чтобы защитить скот. Эти перенейские овчарки не взбираются на горы. Им нужно преодолеть 2000 миль ради дела и еще более важного. Я думаю, они понимают, что мы делаем. Люк Робинсон и его верные друзья Мерфи и Хадсон выполняют миссию. Выясняют причину развития рака у собак. Их операция называется «Две собаки 2000 миль». С каждым шагом они надеются узнать больше о болезни, от которой умирает каждая четвертая собака. В этой операции Люком движут личные мотивы. Его первая перенейская овчарка Малком умерла от рака костей в 2006 году. Когда Малкома не стало, вся моя жизнь изменилась. Знаете, я... Извините. Конечно, спасибо. Боль утраты была велика, и Люку захотелось сделать что-то, чтобы унять ее. Он и его перенейские товарищи отправились в путь на поиски знаний из Остина, штат Техас. Их цель – Бостон, Массачусетс. Более двух лет бывший консультант по менеджменту и его преданные собаки проходит ежедневно от 12 до 19 километров через 14 штатов и в любую погоду. Им сразу понравилась дорога. Для них это идеальная жизнь. Я заметил это неделю назад. Каждые несколько месяцев Люк проверяет здоровье собак у местного ветеринара, чтобы убедиться в их возможности продолжить путешествие. По-моему, он здоров. Определенно. На улице Мерфи и Хатса носят ботинки, чтобы защитить подушки лап от зноя, льда и других опасностей. Но, как все дети, они с нетерпением ждут, когда их снимут. Давай снимем этот ботинки. В основном, эта большая троица занята своим делом. Они рассказывают о своем путешествии через Фейсбук и Твиттер. Подожди. Ты великолепен. Во время своего похода они привлекают внимание людей в Нью-Тауне, штат Коннектикут. Поддержка, которую получила их операция «Две собаки 2000 миль» впечатляет. Милая кровь. Это для Мерфи. Это для Броди. Хардингов так тронуло появление Люка на экране телевизора, что они предложили ему переночевать у них. Семьи, подобные Хардингам, иногда предлагают остановиться у них. Молодцы. Но зачастую домом этому кочевому клану служит палатка на обочине. Поцелуй папочку. Забирайся. Видя перед собой цель, Люка и его большие перенеские собаки продолжают свой раковый поход. Не важно, сколько километров они прошли. Люк всегда помнит, в память какого милого существа он идет. Если будет найдено лекарство от рака, мы назовем его в честь Малкома. Молодцы, хорошо поработали. Большой перенеской овчарки не подходит к квартирам. Эти прирожденные охранники нуждаются в регулярной тренировке и огороженном дворе, где они могли бы гулять. Что касается здоровья, как и все крупные породы, у этих собак есть вероятность заболеть раком, особенно раком костей. Из-за обилия шерсти они очень сильно линяют. Во время линьки их нужно чаще вычесывать. Если вы ищете собаку для показа фокусов, эта порода не для вас. Эти собаки независимые и отстраненные, их трудно дрессировать, если только не начать в раннем возрасте. Сидеть. Но вы можете рассчитывать на его верность и защиту. Он друг семьи. Они очень добродушны. Итак, большим перенеским овчаркам нужен двор и ежедневная тренировка. Они страдают заболеваниями собак крупных пород, требуют еженедельного вычесывания и их трудно дрессировать. Но с детьми они терпеливы и милы. Субтитры создавал DimaTorzok